Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф и я его ведущая Екатерина Торопова. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященных приемной кампании в Казанский федеральный университет в 2023 году. Сегодня у на очереди Химический институт имени Бутлерова. На ваши вопросы ответят директор института Зиганшин Марат Ахметович. Здравствуйте! Заместитель директора по образовательной деятельности Шайдарова Лариса Геннадьевна. Здравствуйте! Координатор по международной деятельности Лексина Юлия Александровна. Здравствуйте! Давайте начнем нашу беседу. Лариса Геннадьевна, давайте спросим у вас, на какие направления бакалавриатов и специалитетов, реализуемые в Химическом институте КФУ, ведется набор в 2023 году? Мне смотреть туда или сюда? Ну, как хотите. Итак, в Химическом институте реализуется несколько образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Апитуренты могут выбрать образовательную программу подготовки бакалавров. Это программа подготовки по направлению химия и педагогическое образование. Срок обучения 4 года. Кроме этого, абитуренты могут поступить на образовательную программу подготовки специалистов. Фундаментальная и прикладная химия. Срок обучения 5 лет. Но и бакалавры, специалисты, имеющие на руках дипломы бакалавриата специалитета, могут поступить на магические программы в Химический институт, о чем мы позднее будем более подробно говорить. Теперь в плане поступления. О приемной кампании несколько слов. Итак, приемная кампания подачи документов на программы бакалавриата и специалитета начинается 20 июня. А прием документов до программы, соответственно, магистратуры уже идет, начиная с 1 марта. Ну и поэтому, если ребята уже имеют на руках диплом бакалавры, специалисты, они уже сегодня могут подавать документы. При этом несколько вариантов, несколько способов подачи документов. Это очная подача и электронная. При очной форме подачи абитурент приходит в приемную комиссию, которая находится в Казани по адресу Кремлевская, дом 35 на первом этаже. И, соответственно, оформляет заявление и приносит все необходимые документы. При электронной форме подачи абитурент подает документы через сформированный личный кабинет на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета или через платформу государственные услуги Российской Федерации. Спасибо. А какой проходной балл в этом году? Вы будете говорить? Да, давайте я скажу. Мы анализируем проходные баллы, ведем статистику. Я скажу, что в этом году мы и по прошлым годам за 5-6 лет ожидаем проходной балл на бакалавриат по химии. Это примерно от 220 до 235. Специалитет фундаментальная прикладная химия чуть повыше, там 220-245. И бакалавриат педагогическое образование, как правило, проходной балл находится в районе 170-180 баллов. Особенности приема прошлого года привели к тому, что у нас в прошлом году проходные баллы на бакалавриат составили 166 баллов, а на специалитет 184. Я бы не стал ориентироваться на эти цифры. Это всего два человека, один на бакалавриате, другой на специалитете. Лучше ориентироваться на те цифры, которые статистически значимы за последние 5-6 лет. А какое количество бюджетных мест? На бакалавриат и химия, и специалитет фундаментальной химии, прикладная химия, это по 75 бюджетных мест, то есть в сумме 150. Если говорим про бакалавриат педагогическое образование, это 25 бюджетных мест. Ну и магистратура педагогическое образование 15 бюджетных мест, а магистратура по химии это 60 бюджетных мест. Расскажите, в чем заключаются различия направления подготовки бакалавриата химии и специалитетов в фундаментальной и прикладной химии? Давайте я буду говорить. Я уже говорила, что у нас реализуется программа подготовки и бакалавров, и специалистов. Но если говорить о педагогическом образовании, то здесь вариантов нет, поэтому абитуриент подает заявление на образовательную программу бакалавриата. А вот для получения химического образования абитуриент может подать заявление и на программу бакалавриата химия, и на программу специалитета фундаментальная и прикладная химия. В чем различие? Первое — это сроки обучения. Бакалавриат — это 4 года обучения, специалитет — это 5 лет обучения. Второе — это, на мой взгляд, самое важное. Бакалавриат — это первый уровень двух уровней системы высшего образования. Мы еще и называем баллонской системой образования. Поэтому, чтобы получить полное образование, обычно выпускники бакалавриата поступают далее в магистратуру. То есть, обучившись 4 года в бакалавриате, они далее учатся 2 года в магистратуре, и тогда уже получают полное высшее образование. Специалитет — это уже есть полное высшее образование, поэтому через 5 лет выпускники специалитета получают дипломы о полном высшем образовании. И если есть необходимость дальнейшего повышения образовательного, скажем, своих ресурсов, то есть два пути. Это или поступать в магистратуру, но уже на договорной основе, то есть заключая контракт, или поступать, соответственно, в магистратуру, в аспирантуру. Но в плане баллонской системы, там имеют право поступления в аспирантуру, только магистры. Вот такое различие. Поэтому каждый абитуриент решает для себя учиться ему 4 плюс 2 года, то есть суммарных 6 лет, или учиться ему 5 лет для того, чтобы получить полное высшее образование. А когда заканчиваются сроки подачи документов? Приемная кампания по принятию заявлений в бакалавриат специалитет начинается 20 июня. Завершаются приемы документов 25 июля в 12 часов дня. Я обращаю всех слушающих нас, всю аудиторию, что это отличие от приемной кампании предыдущего года. После 12 часов дня, 25 июля, никакие документы приниматься в плане заявления не будут. Если говорить о подаче документов в магистратуру, приемная кампания уже стартовала 1 марта. И заканчивается приемная кампания в день вступительных испытаний в магистратуру. В химическом институте вступительное испытание в магистратуру проходит 1 августа в 9 часов утра. По этому документу надо подать до 31 июля. Вот такие сроки. Но если интересует дальнейшая дорожная карта получения соответствующих документов, оригиналы документов, в первую очередь это теста зрелости, необходимо для поступающих в бакалавриат специалитет подавать не позднее 3 августа, а 5 до 12 часов дня. А для магистров до 13 августа, также до 12 часов дня. Но и окончательные списки для бакалавров будут вывешены соответственно 4 августа, а для бакалавров и специалистов, а для магистров 14 августа. То есть витриенты узнают именно в эти дни, 4 августа и 14 августа, поступили они в Казанский федеральный университет или нет. А если заявление подавали через госуслуги, нужно ли приносить оригинал? Но как опыт прошлых лет показывает, что все-таки лучше принести оригинал документов до дня зачисления. Это соответственно 3 августа для бакалавров специалистов и 12 августа для магистров. Но граждане, которые подают документы через платформу госуслуг Российской Федерации, имеют возможность предъявить непосредственно в приемную комиссию Казанско-федерального университета документы позднее. Ну и давайте поговорим про магистратуру. Какие направления осуществляются в вашем институте? И мы уже в принципе сказали, когда заканчивается прием документов. Давайте я, наверное, скажу. У нас, по сути дела, два направления магистровской подготовки. Это направление педагогическое образование. Там готовят учителей-предметников. Направление, я считаю, на мой взгляд, очень важное, поскольку сейчас большой дефицит на рынке труда учителей в области естественно-научных предметов, в том числе и химии. А наши магистранты, которые обучаются в университете, в химическом институте, они уже практически в процессе обучения начинают работать учителями в школе. Второе направление — это магистратура по химии. Она более обширна. Там 10 профилей подготовки. И поступающий волен выбрать себе тот профиль, который ему, кажется, больше подходит для того, чтобы повысить свои компетенции, либо получить какую-то профессию. Ну, перечислю, может быть, не все. На мой взгляд, наиболее важные профили подготовки — это, например, нефтехимия и каталис. Это очень важный для Республики Татарстан, поскольку мы все-таки нефтехимическая республика, и у нас большая потребность в таких специалистах. Это медицинская химия, тоже разработка новых медицинских препаратов или улучшение свойств существующих. Это физико-химические методы исследования в химии. Химический институт имеет довольно-таки обширный парк современного научного аналитического оборудования. И ребята, которые поступают к нам по этому профилю, они получат компетенции в области как раз работы на таком оборудовании. Здесь они получают достаточно хорошее преимущество на рынке труда, я уже говорю, поскольку по своему опыту я знаю, что к нам обращается достаточно большое количество сотрудников различных предприятий, вузов, институтов академических, которые проходят у нас уже на платной основе, дополнительная образовательная программа у нас реализуется, именно обучаясь на работе на таких приборах. Профиль композиционные материалы, тоже очень важный в настоящее время и активно развивающийся у нас в стране. Профиль инновационные материалы и методы их исследования. Профиль методы аналитической химии, которые готовят сотрудников как раз к лабораториям различного профиля. Большой укрепленный профиль органический элемент, органическая медицинская химия. И, конечно же, есть химия и методика ее преподавания. Вот вкратце, если сказать, в этих направлениях в магистратуре. А какова стоимость обучения на контрактной форме? Давайте я скажу. Окончательные цифры будут указаны где-то к 20 июня на сайте приемной комиссии. Но сейчас мы можем предположить, что стоимость одного года обучения в бакалавриате по образовательной программе «Химия» будет на уровне 160 тысяч рублей. В бакалавриате, опять же, один год обучения в бакалавриате по педагогическому образованию — 140 тысяч рублей, около этой суммы. И обучение одного года в магистратуре будет стоить 170 тысяч. Вот такие цифры пока ориентировочно у нас имеются. Давайте поговорим про выпускников. Куда распределяются ваши выпускники и каковы их будущие профессии? Тоже я, наверное, отвечу. Мы очень интересуемся судьбой наших выпускников. Стараемся с ними поддерживать связь, как альмаматор. По нашим оценкам, за последние 10 лет, примерно по-разному в разный год, от 70% до почти 90% наших выпускников трудоустраиваются по своему профилю, то есть по профилю химии. Если говорить об неких укрепленных направлениях их дальнейшей судьбы, я бы выделил это промышленность и наука. Промышленность. Наши выпускники, как бакалавры, специалисты, магистры, некоторая окончившая аспирантура, они поступают на работу в качестве лаборантов, инженеров, технологов, техников каких-нибудь на крупные промышленные предприятия. Ну, ближайшие это Нижнекамство Тихим, это Сибур, Оргсинтез, Фосфороз, Мирико, Тат, Химфарм препараты и так далее, так далее. Не только у нас в республике, но и за пределами ее в Российской Федерации. Конечно же, стартуют они с позиции, как правило, лаборантской, ну, либо там старшей лаборантской. Но мы встречаемся потом с выпускниками лет так через 5-6-7, с удивлением узнаем, что они достаточно быстро сделали себе карьеру, то есть доросли до заведующей лаборатории, либо руководителя отдела, либо региональный представитель какой-то крупной компании. Ну, это нас, конечно же, радует. Мы некоторых таких выпускников пытаемся привлечь сейчас к преподавательской деятельности. Если говорить про направление наука, то основными потребителями наших выпускников являются академические вузы. Это Академия Российской Федерации, это Академия Республики Тарстан. Они также начинают работать в лабораториях, в научных группах над каким-то конкретными проектами и достаточно быстро делают карьеру тоже очень неплохую. Отдельно я бы хотел выделить, это выпускники, которые после окончания обучения уходят в школы, низкий поклон и благодарность им, поскольку это важная социальная роль. Учитель химии, это тот человек, с которым школьник встречается впервые и познает химию, проявляет интерес. И от учителя очень многое зависит от того, пойдет дальше школьник по направлению химии, либо уйдет в какие-то другие направления. Небольшой процент, это примерно от 2 до 5% в этом диапазоне, это те ребята, которые решили открыть собственное дело. То есть они имеют какие-то задатки производственные, либо менеджеров, скажем так, и так далее. Они открывают свои фирмы, либо подготовка, скажем, школьникам к ЕГЭ, либо какие-то фирмы, связанные все-таки с химической промышленностью, химическими реагентами и так далее. Ну вот в целом такая перспектива. А если говорить о первых стадиях, конечно же потребителями наших выпускников, если говорить про лаборатории, это лаборатории экологического контроля, это лаборатории различных экспертных, там, криминалистические лаборатории, либо это производственные, заводские лаборатории, либо научные лаборатории. Вот это в первую очередь туда наши выпускники берутся. А что еще предлагает, кроме учебы, химический институт? Можно я отвечу на этот вопрос? Давайте. Я добавлю, если что. Безусловно, при поступлении в систему высшего образования, то есть непосредственно химический институт, самое главное — это получить хорошее образование. Но и в этом плане студенты могут участвовать в различных олимпиадах, они могут участвовать в различных стипендиальных конкурсах, где, безусловно, в первую очередь оценивается, как ребята хорошо учатся. То есть отличникам и ударникам, в этом плане «Зеленый свет», они могут получить и стипендии президента Российской Федерации, и правительства Российской Федерации, стипендии Раиса Республики Татарстан, стипендии мэра города Казани. У нас очень большое количество студентов эти стипендии получают ежегодно. Кроме этого, ребята могут проявить себя в спортивных мероприятиях, то есть участвуют в соревнованиях, они также получают свои возможные дипломы. За это также оказываются и денежные поощрения в виде именных стипендий. Большой интерес вызывает у наших студентов участие в всевозможных культурно-массовых мероприятиях. Это День первокурсника, День студента, Студенческая весна. Везде ребята активно участвуют, получают большое удовольствие. Надо сказать, что для участия в этих мероприятиях Казанский федеральный университет обладает тем необходимым материально-техническим оснащением. Это, безусловно, радует и нас, как руководителей, и также студентов, которые принимают непосредственное участие в этих мероприятиях. Нас отличает, как подразделение Казанского федерального университета, что у нас ребята выпускают свою студенческую газету. Она называется «Хижина». Уже много десятилетий эта газета существует, но и студентам очень нравится. Поэтому это тоже наша такая же мчужинка, о которой мы всегда говорим. И, естественно, абитуриенты, которые поступают в наш институт, могут принять во всех этих мероприятиях участие посильное, безусловно. Я бы добавил, что некоторые ребята, которые к нам поступают, приходят, обучаются, сталкиваясь с ребятами старших курсов, которых вовлекает в эту деятельность спортивную, творческую, там, скажем, журналистическую. И вот эти абитуриенты, которые к нам пришли, они еще раньше не знали, что у них есть таланты, например, петь, танцевать, рисовать, брать интервью, писать какие-то короткие эссе. И вот в процессе обучения они открывают себе новые грани, новые таланты и очень довольны тем, что они получают еще дополнительное образование такое. Но я еще добавил бы один момент. У нас на базе нашего института, мы участвовали и продолжаем участвовать в создании цифровой кафедры, ребята-химики, которые к нам поступают, они могут по их желанию получить дополнительное образование, профессиональное образование в области IT-технологии. И если они успешно проходят обучение на этой цифровой кафедре, они по окончании вуза получают второй диплом. с дипломом химика, они могут получить диплом еще и программиста. Это все делается бесплатно. То есть ребята имеют такую возможность. Какие еще научные направления реализуются в химическом институте? Наверное, я расскажу, да? Потому что я это контролирую, это мне очень интересно. Я когда делал дорожную карту для нашего института, я пытался объединить все наши направления, потому что их очень много на самом деле, и выделить какие-то основные блоки, на которых сейчас ориентируется наш институт. Во-первых, это направление, связанное с гетерогенными и гомогенными катализаторами. Мы, не буду хвастать, все равно являемся очень уникальным структурным подразделением как в плане внутри Казанского федерального университета, так и среди химических институтов или факультетов Российской Федерации, поскольку у нас есть собственное опытное промышленное производство гетерогенных катализаторов. Ребята, те же студенты, приходят в лабораторию и проходят путь от синтеза в пробирочке под тягой до синтеза большого количества катализаторов, которые потом у нас покупают предприятия реального сектора экономики, такие как, например, Сибур, Татнефть, различные перерабатывающие заводы, по гомогенным катализаторам у нас интересант, это Оргсинтез, который тоже заказывал нам разработки. Вот это вот такой важный блок, который мы активно поддерживаем. Второе направление — это суперконструкционные и специальные полимеры, и композит на их основе. Этот блок — исследовательская работа, который завязан очень прочно на создание нового класса материалов, которые могут использоваться в космической отрасли, — это аэрокосмическая отрасль, самолеты, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, судостроение. В связи с тем, что эти композиционные материалы, они имеют гораздо больше преимуществ в сравнении с традиционными металлическими, скажем, элементами корпусов или деталями, и постепенно вытесняют, и происходит замена. Важным направлением является наша медицинская химия и фармация. Опять-таки, я уже повторюсь, может быть, это исследование в области разработки новых лекарственных препаратов, у нас есть нос фармацевтика, который руководит наш выпускник. Там достаточно большие и крупные успехи как раз в разработке этих лекарственных препаратов, а также улучшение свойств тех препаратов, которые уже существуют на рынке. Очень важное направление — это хемоинформатика и молекулярное моделирование. Как раз на базе вот этого направления и цифровая кафедра наша функционирует. Здесь занимаются научными исследованиями в области предсказания свойств молекул, либо разработок способов синтеза каких-то целевых молекул веществ с помощью компьютерного моделирования. Сенсорные технологии в медицине и пищевой промышленности. Представитель этого направления Лариса Геннадьевна тоже здесь присутствует. Они занимаются разработкой новых миниатюрных устройств, которые могли бы определять либо токсиканты, то есть какие-то вредные вещества, либо наоборот вещества, полезные, обладающие биологически активными свойствами в пище, в фармпрепаратах. Электрохимический синтез — это то направление, которое позволяет получать уникальные молекулы, уникальные вещества, недоступные обычным химикам, которые, скажем, слив два раствора, нагрев на плиточке, никогда эти молекулы не смогут получить. Только электрохимическим путем это можно сделать. Мы являемся ведущим центром как в Российской Федерации, так и, я думаю, за рубежом в области термодинамики, межмолекулярных взаимодействий в твердой и жидкой фазе. Это в большей степени, конечно, фундаментальные исследования в этом направлении проводятся. Но нужно отметить, что ни один технологический процесс, связанный с превращением материалов или веществ, или синтезом молекул, не проходит, не обходится без расчетов. А в этих расчетах нужны термодинамические параметры. Мы умеем и знаем, как их получать, как их определять. Супрамолекулярная химия — еще одно направление очень важное, я считаю, и я в том числе являюсь одним из представителей этого направления. Это направление связано с тем, что мы, химики, супрамолекулярщики, воспринимаем молекулы как элементы конструктора. И, используя различные молекулы, мы можем их комбинировать, не проводя химических реакций, получать так называемые супермолекулы, обладающие очень важными и практически полезными свойствами. Ну и еще одно направление. Это направление связано с перспективными наноматериалами, в том числе углеродными наноматериалами. Есть у нас группы, активные в этом направлении занимающиеся. Это и новые лекарственные препараты, это и новые катализаторы, в том числе для получения экологически чистых топливов, например, водородом. Ну вот в целом, наверное, вот эти группы — наиболее важные направления в нашем институте. Предлагаю поговорить про особенности приема иностранных граждан в 2023 году. Юлия Александровна, вам слово. В этом году при приеме иностранных граждан есть одно основное отличие, то что иностранные граждане подают всего два заявления. Одно на контракт, другое на бюджет. И уже в рамках этих двух заявлений они выбирают свои приоритетные направления. В остальном все так же, как в прошлом году. То есть иностранные граждане должны зайти на сайт Буду студентом, зарегистрироваться там, то есть создать личный кабинет, загрузить все необходимые документы. На сайте приемной комиссии в разделе «Поступление иностранных граждан» находится подробная пошаговая инструкция, как это делается. И затем уже иностранные граждане сдают вступительные испытания, после этого заключают договора, если на контракт, и поступают на нужное направление. И отдельно бы хотелось отметить по поводу поступления на бюджет. На бюджет могут поступать граждане из Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Кыргызстана, а также все иностранные граждане, которые проживают на территории Российской Федерации, обязательно, чтобы они имели вид на жительство на территории Российской Федерации. И также иностранные граждане, которые могут получить статус соотечественника. Что это такое? То есть, когда иностранный гражданин регистрируется, вот получается, заводит свой личный кабинет на сайте Буду студентом, он должен поставить галочку «Соотечественник». И после этого он загружает также необходимые документы. С «Соотечественниками» признаются те граждане, которые имеют родственников по восходящей линии, которые проживали на территории СССР. Получается, они загружают все необходимые документы, после этого документы проходят проверку. Если иностранный гражданин получает этот статус, то после этого он сразу автоматически может поступать на бюджет. Спасибо. Давайте в конце нашей беседы, в завершении, хотелось бы услышать от вас несколько советов, может быть, абитуриентам. Что бы вы посоветовали в этом году делать будущим студентам? Я бы посоветовал скорее определиться, приходить к нам учиться, потому что у нас очень дружная химическая семья, у нас очень слаженный коллектив, преподаватели относятся очень дружелюбно к студентам. Наш дух, который влетает в корпусе химического института еще со времен начала Казанской химической школы, он никуда не делся, он там же остался, преемственность поколения сохранилась. Я думаю, что ребят, которые выберут химический институт, Казанский федеральный университет, никогда не пожалеют о своем выборе. Я приглашаю всех их поступать к нам. Я хочу напомнить, что несмотря на широкий выбор, который вам предоставляет Министерство науки и высшего образования, это возможность подачи заявок в 5 вузов, в каждом вузе 5 направлений. Хочу, чтобы вы ориентировались на свои желания, на то, как вы видите свое будущее, и пригласить вас подать заявление в приоритете, безусловно, Казанской федеральной университет, химический институт имени Бутерова. Помните о том, что здесь была сформирована Казанская химическая школа, и здесь работали, учились, преподавали, скажем, химики, мировые лидеры и в науке, и в образовательной деятельности. Мы вас ждем. Я хочу пожелать абитуриентам, самое главное, не бояться, на самом деле, уже определиться с направлением, куда хотят поступать, пригласить присоединиться к нашей большой химической семье. У нас очень здорово, у нас очень интересные предметы, у нас огромный большой парк оборудования. В общем, ждем вас в химическом институте. Спасибо большое за такую беседу. Я напомню, что на ваши вопросы отвечал директор института Зиганшин Марат Ахметович, заместитель директора по образовательной деятельности Шайдарова Лариса Геннадьевна и координатор по международной деятельности Лексина Юлия Александровна. Спасибо большое еще раз за беседу. Спасибо вам. Спасибо. С вами был химический институт имени Бутерова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин